что ж не так давно мы снимали сравнение superfly восьмых то есть новых которые вышли в этом году и седьмого поколения то есть их предшественников сегодня же мы уделим время в вейпорам и хоть вейпор и superfly обычно это одна и та же модель только superfly с носочком вейпор без носочка и все но все же у вейпоров есть что рассказать а тем более у нас сегодня на обзоре точнее сравнение сороконожки а сороконожки как правило вдвойне интерес не возревать потому что там реально есть о чем рассказать поэтому присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра свое время 13 вейпоры были просто грозой ну не футзала но если мы говорим о сороконожках то грозой коробки выглядели они вот примерно вот так вот в принципе обыкновенные сороконожки их было множество вариаций до сих пор есть расцветки и они на самом деле только этим и отличались но им на смену пришли вот эти вот 14 вейпоры которые реально порвали просто шаблоны о том какие должны быть сороконожки да не только потому что и superfly восьмые тоже они вышли с новым материалом вейпоры вышли с новым материалом но а что касается сороконожек так это вообще отдельная тема почему же сороконожки это совершенно отдельная история да потому что сороконожки это в принципе отдельный подвид обуви потому что они предназначены в принципе не для газона они предназначены для искусственного поля и игра на таком поле в принципе отличается своей динамичностью и вообще стилем игры да и сам сам пошиву сороконожек немножко отличается как по мне они подходят на большее количество в принципе стоп которые можно вот померять да и возможно не налезут на ту ногу на которую не налазит например бутсы точно такие же но только вот с шипами потому что там в принципе другая колодка сороконожки они этим чуть-чуть отличаются в лучшую сторону но это не тема сегодняшнего ролика мы сегодня сравниваем 14 вейпоры и 13 это предшественники это новая модель которая вышла в этом году чем же они отличаются какие у них материалы и в каких собственно говоря удобнее сейчас мы все это рассмотрим и так сороконожки вейпор 13 имеют следующие параметры и материалы искусственная кожа с легкой фактурностью снаружи шнуровка с двойными отверстиями и ровная как присуще меркам язычок с перфорацией тканевая внутрянка подошва с прямоугольными шипами что в чем заключается специфика вообще сороконожек что важно для сороконожек для них важен зацеп потому что это все-таки больше стритовый футбол а в стритовом футболе важна фактурность в 13 вейпорах ее практически нет ну по крайней мере если говорить о категории академии потому что академии категория она все-таки ну немножко беднее чем элит категория но с другой стороны категории элит нету сороконожек поэтому мы говорим именно про эту категорию 14 версии фактура появилась очень значительно и вообще я в предыдущем обзоре конкретно на вот эти вот сороконожки которые держу сейчас в руках вейпоры 14 я говорил что их можно назвать просто резиновые бутсы потому что ну зацеп у них какой-то просто нереальный несмотря на то что здесь ну нету здесь того вейпор позит это новый материал который на их выпустили в этом году здесь либо его более дешевая версия либо какие-то отголоски но явно это не тот не на их скин который был раньше это не просто какая-то искусственная кожа которая вот например в 13 категории это стандартный материал здесь он нестандартный он реально какой-то то ли за фактуры он зацепистый то ли за счет вот этого покрытия но вам стоит просто подержать их в руках вы поймете разницу сразу между 13 14 вейпорами и это действительно значительная разница фактура 14 вейпоров позволяет получить тот самый зацеп который так важен в стритовом футболе или же на маленьких искусственных полях фактура в форме больших прямоугольников и квадратов что позволяет качественно получить зацеп если сравнивать с фактурой у 13 вейпоров то это совершенно разные типы тренажках и и практически не то то что есть она очень мелкая и толком ни на что не влияющая поэтому тут явно лидируют новые вайпор 14 что касается еще отличие шнуровки например отличий нет это же мы выяснили и в супер флаях 8 и 7 когда мы их сравнивали здесь тоже шнуровки нет отличия она двойная что в 13 что в 14 язычок одинаковые что в 13 что в 14 чуть-чуточку отличается вот это покрытие оно абсолютно ни на что не влияет то есть он как там прошит до середины как там прошит до середины имею ввиду как в 13 так и в 14 что хорошо потому что он элементарно не будет ерзать внутри материалы внутренней части тоже одинаковые они такие тканевые из очень приятного материала но не очень зацепистого с носками поэтому есть вероятность что будет немножечко нога проскальзывает но не до такой степени что будто прям провернется у вас во время игры а вот в чем значительно отличились 14 версии это в амортизации ранее я говорил что амортизация очень похоже по свойствам на пену ряд и что-то скорее всего младшая версия этой пены но на самом деле это младшая версия nike air zoom которая очень качественно амортизирует все что угодно это стало ясно когда мы делали обзор на прошки 14 версии вейпор немаловажный факт для сравнения 14 вейпоров категории академии присутствует амортизация что в принципе большой бонус для 40 ножек а в той же самой категории в 13 версии она отсутствует тут тоже побеждает новая 14 версия это ребята несмотря на то что я держу сейчас две одинаковые категории и это академии и это академии это вейпоры это вейпоры но только это 14 и 13 здесь нет амортизации здесь есть амортизация следуя из этого уже стоит сделать выбор в пользу 14 потому что незначительно зацепистее у них есть амортизация значит они значительно удобные амортизация действительно придает удобства и это ну на практике очень ярко выражено а вот что касается подошвы в принципе не изменилось 14 вейпорах она все та же с прямоугольными шипами это зарекомендованная уже несколькими годами очень классная форма шипов которая очень зацепится на вот таком вот искусственном газоне вы будете просто там не знаю как копаны стоять составать когда он захочется притормозить или изменить направление своего бега поэтому что 13 они вот такие что в 14 и в принципе сам материал подошвы он тоже одинаковый что касается посадки то ситуация не такая жесткая как случае с бусами сороконожки в принципе легче одеваются немного шире по посадке но все равно они предпочтительно на узкую ногу противном случае может не хватить шнурков когда будете их завязывать да и неудобно будет в них широкой ноге 13 вейпором в принципе претензий никогда и не было по поводу посадки если их подобрать на правильную ногу то они будут сидеть комфортно но как вывод можно сказать следующее 14 версия вырвалась далеко вперед как минимум за счет амортизации как максимум по параметрам зацепа это реально прорыв и переход на следующий уровень что ж я надеюсь что это сравнение было для вас самое главное полезным ну а уже на втором плане интересным потому что все таки мы хотим делать наши ролики полезными чтобы вам от магазина супик сокер чтобы вам от магазина сокер-шоп была максимальная польза в том как выбрать бутсы какие выбрать бутсы и какие понравятся или подойдут вам мы со своей стороны максимально стараемся поделиться информацией о тех категориях которые максимально приближены к людям поэтому надеемся что этот ролик вам все-таки пригодился и вы нашли из себя что-то новое полезно обязательно подписывайтесь на канал посетите наш магазин ссылочка на который в описании всем успехов пока